Рождество – это праздник взрослых или детей? Всех. Скажите, детки, а у всех сегодня есть возможность вот так отмечать и праздновать Рождество, как у вас? А почему нет? Почему у некоторых детей нет возможности? Они, как вы думаете, они бы хотели или нет? Да. А почему у них нет возможности? Я не знаю, рассказывает вам папа или мама или нет, но, например, сейчас на Украине в некоторых областях идет война. Это не просто война игрушечными пистолетами или в песочнице, которую дети устраивают между собой. идет реальная, братоубийственная война. Мы не знаем, почему, из-за что, из-за кого погибают и молодые ребята, и не очень. Но мы знаем то, что там бы сейчас очень многие верующие хотели бы иметь такое собрание, как имеем мы. И, к сожалению, не могут. Понятно, из-за опасения за жизнь свою и своих детей они вынуждены были оставлять свои дома, насиженные места, уютные квартиры, устроенные церкви, служения. Все у них было, наверное, как у нас. А сейчас это Рождество многим из них приходится отмечать не дома. Кто-то в России, кто-то в Польше, кто-то в удаленных других уголках Украины. Эти дети, которые вырастали в этих христианских семьях, хотели бы сегодня, возможно, получить точно так подарки, как и вы, но они не могут. Потому что вокруг льется кровь. Есть другие дети, которые по определенным причинам не имеют возможности вспоминать и праздновать Рождество, как мы. Один мальчик, которого я недавно увидел, ему всего лишь 7 лет. Он бы тоже хотел сейчас сидеть в таком хоре, как и вы, но он не может, знаете почему? Потому что у него страшная и неизлечимая болезнь, которая называется рак. Эта болезнь, эта опухоль в его голове настолько перекрыла ему и его нервы, что он перестал вообще видеть. Он не видит ни на один свой глаз. У него их два глазика. Этот маленький мальчик, он не видит совсем на свои два глаза. Ему только 7 лет. Он не так давно попробовал учиться играть на скрипке. и он очень верит, что его Бог исцелит. Он говорит, когда меня Бог исцелит, я тогда продолжу учиться играть на скрипке. А у вас есть глаз один и другой, и они видят. А этот мальчик хотел бы сидеть в таком хоре, как и вы, и не может. Я вспоминаю одного человека еще, друзья. Он болел, он из нашей церкви был. И мы как-то посетили его, и был праздник благодарения. Он лежал на втором этаже на своей кровати. А внизу там, в духовке, пеклась турка, индюк или индючка. Этот запах шел с первого этажа на второй. И он говорит, как бы, Веня, я хотел сейчас хотя бы один кусочек. Вот съесть того, что там внизу. А он не мог. Друзья, есть вещи, которые по определенным причинам люди хотели бы, но не могут. Поэтому, когда мы имеем свободу, мы должны дорожить этим. И праздник Рождества – это праздник взрослых и детей. Ну и мой последний маленький комментарий. Дети, как вы думаете, знать несколько языков – это хорошо или плохо? Хорошо. Есть одна традиция в соседней церкви, час езды отсюда. Это их традиция. Когда у них День Благодарения происходит в их церкви, у них, если я не ошибаюсь, 26 что-то того вроде национальностей в церкви. И вот на 26, скажем, или сколько там языках, кто на чем может и как может, кто чем может, и вот они выходят и прославляют Господа. Говорят, что когда ты знаешь несколько языков, то тебе здесь в этой стране на работу намного легче устроиться. Ты продвинешься по карьерной лестнице. Так что, дети, у вас есть возможность учить несколько языков одновременно. Я думаю, что сейчас, когда вот мы будем петь, этот хор запоет вместе с нами, и вот этот хор запоет вместе с нами. Я понимаю, что многие из вас не из Украины, но тем не менее, знать несколько языков – это богатство. И если вы не совсем хотите учить, ваше сердце поет, пойте вместе с нами. На третьем припеве вы запоете эту песню. Правда, дети? Правда. Итак, давайте мы споем сейчас этот украинский рождественский гимн. Если кто-то не знает, что это означает слово, это мерцает. Тихо мерехтять на небе зори, люди в Ифлоеме міцно сплять. Тихо мерехтять на небе, в небе зори люди в Ифлоеме міцно сплять. Ангели в небесном просторе спишать звезды про Божу благодать. Народилось Божье дитя, чтобы снасти людей весной веках. И дорослому, и малюку на сердце радостно подяга Господу. Божье дитя, чтобы снасти людей весной веках. Слава Богу, мне и хвала. Мы в семье людям благодать, мы будем Бога щиро прославлять. Пастухи бежать, чтобы фли ему, чтобы найти Спасителя Христа. Пастухи бежать, чтобы фли ему, чтобы найти Спасителя Христа. Пастухи бежать, чтобы фли ему, чтобы найти Спасителя Христа. Пастухи бежать, чтобы фли ему, чтобы найти Спасителя Христа. Мы в семье людям благодать, мы будем Бога щиро прославлять. Пастухи бежать, чтобы найти Спасителя Христа. Я читаю в пиблии цю повесть про народження Спасителя. Пастухи бежать, чтобы найти Спасителя Христа. 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 Субтитры подогнал «Симон»